Мост между Куковкой и Древлянкой отремонтируют и откроют по нему движение до 31 октября этого года. Такое заявление сделали в администрации города. Сумма контракта с новым подрядчиком – 18 миллионов рублей. С прежними строителями, которые прекратили работы, город сейчас выясняет отношения в суде. Ефим Овчинников подробнее. Мост между Куковкой и Древлянкой можно смело назвать долгостроем. Завершение работ на этом участке дороги горожане ждут уже несколько лет. И вот хорошая новость – на мосту вновь появились рабочие. Для водителей люди, возобновившие ремонт моста, словно призраки прошлого. Фигуры в рабочей одежде уже на протяжении долгих лет то появляются здесь, то исчезают бесследно. Эти рабочие обещают не только никуда не пропасть, но и завершить ремонт многострадального моста до конца октября. Будет производиться завершение гидроизоляции защитного слоя, устройство барьерного ограждения и асфальтового покрытия, также тротуары, которые будут подходы к мосту завершения. И по низу моста будем делать лотки. В общем, водосток. Подрядчики не скрывают – ремонт решили возобновить с явным опозданием. Какие-то работы они смогут делать и в дождь. Но для гидроизоляции моста придется в прямом смысле ловить погоду. При необходимости работать даже ночью. Предыдущий подрядчик встречается с представителями администрации города исключительно в суде. Строители уверяют, что город должен был принять работы и заплатить за них почти 70 миллионов рублей. Но представители администрации города настаивают – якобы ремонт сделан некачественно. И платить за такую работу отказываются. Заключение экспертов, доказательства сторон, сейчас рассматривает арбитражный суд. Еще одна важнейшая городская магистраль – проспект Ленина – тоже беспокоит умы горожан. Обещанный ремонт все откладывают. Собирались начинать еще в августе, но техника фирмы-подрядчика запаздывает. Деньги на кону, немаленькие – 50 миллионов рублей. Остается только понять, не придется ли ремонт, как это у нас принято, на самую дождливую осеннюю пору. Как бы то ни было, заменить асфальтовое покрытие обещают до конца года. Тротуары обновят в следующем. Ефим Овчинников, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Учебный год так и не начался для школьников из деревни Куйтижа Аланецкого района. Родители учеников выступили против слияния их школы с учебным заведением в деревне Мегрига и отказываются отправлять своих детей на учебу в соседнее поселение. Они считают ежедневные переезды детей опасными и называют оптимизацию школы. Началом конца для деревни Куйтижа закроется школа, исчезнет деревня. Школьники деревни Куйтижа, их родители против переезда их школы в соседнюю деревню. Более 10 километров автотрассы, таков их ежедневный путь к знаниям. Старую школу реорганизуют, новая далеко в Мегриге. Ехать туда ученики отказываются. Школа в Куйтиже сегодня фактически пустует. На занятиях только лишь ученики начальных классов. Школьники постарше все должны быть в Мегриге на уроках. Но сегодня, впрочем, как и вчера, многие из ребят остались дома. 9-10 человек только ездит и все. Мы против, чтобы ездить в Мегрегу, потому что нам и экзаменам будет трудно готовиться. И вообще нет желания. В Куйтиже уникальное единодушие отцов и детей в вопросах школьных прогулов. Дети в очередной раз не идут в школу, но родители их поддерживают. В деревне зреет протест. Путем бойкота они пытаются сохранить единственную деревенскую школу. Ее слишком дорого содержать и проще закрыть. Я мама, соответственно, ученика, которого пока что я не отправляю в школу. У нас нет ничего. И это последняя изюминка школы, которую у нас отнимают. Родителей поддерживают куйтижские педагоги. Мы отстаиваем свои права, мы отстаиваем свою школу. Мы хотим здесь работать. Я сама здесь родилась, и у нас почти учителя, которые работают, и работники вообще школы. Мы живем здесь очень долгое время. Наши дети ходят в эту школу. Конечно, здесь взбунтовалась вся деревня, жители. Жители на данный момент, они сплотились и пытаются стоять до конца, до победного. Они подготовили письмо в прокуратуру. Под бумагой более сотни подписей. Родители уверены, что права их детей нарушены. Они считают маршрут детей рискованным. Дорога проходит через оживленную автотрассу и пересекает железнодорожный переезд. На руках у протестующих родителей еще один аргумент. Решение комиссии, признавшей автобусный маршрут, не в полной мере безопасным. Но пока родители не нашли поддержку нигде. Наоборот, столкнулись с давлением. По их словам, протестующих людей вынуждают отправлять детей в Мегрикскую школу. Со стороны милиции, которые обходили подворья наши, они говорили непосредственно 500 рублей штраф. Кому-то они запугиванием 1000 рублей штраф. Вплоть до того, лишение материнских прав на каких основаниях. Директор школы в Мегрике, куда отказываются ездить ученики из Куйтижи, проводит экскурсию по классам. Она признается, школа готова, учеников из соседской Куйтижи здесь ждут. Директор даже завела тетрадку. Туда она пишет имена куйтижских школьников. Тех, кто приехал и тех, кто в очередной раз отказался. Отказавшихся больше. Подвоз организован, родители проинформированы, высланы уведомления, проводилось родительские собрания неоднократно. То есть, все, что с моей стороны, я сделала все необходимое для того, чтобы дети получили образование. Пока в деревне Куйтижа часть родителей по-прежнему держат детей дома. Они полны решимости отстоять деревенскую школу. Если у нас закроют школу, это все, это уже последнее, то, что у нас произойдет в деревне Куйтижа. Александр Гнетнев, Ярослав Березин, телеканал НИКО+, Аланецкий район. Завтра в Петрозаводске снова будут проверять систему оповещения населения в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации. Это уже вторая и внеплановая проверка начнется она в 7.15 утра. Итак, завтра в 7.15 утра в Петрозаводске и районных центрах будут включены электросирены, а по телевизионным каналам ОРТ и Россия-1 и Радиомаяк будет передан проверочный сигнал. Что-то вроде учебной тревоги. Но бежать никуда не надо. В случае настоящей опасности по центральным каналам и по Радиомаяк будет разъяснено, как нужно действовать гражданам. Напомню, подобная проверка проводится в соответствии с президентским указом. Причина – трагедия в Краснодарском крае. Первая проверка в Петрозаводске уже проводилась 26 июля. Тогда выяснилось, что электросирены нигде не сработали. Систему оповещения не меняли с конца 70-х. Но, по всей видимости, сейчас модернизацию провели. И, возможно, завтра город проснется от двоя сирен. 3 сентября, 8 лет назад, боевики захватили школу в Беслане. В заложниках оказалось 1130 человек. Их удерживали в течение двух с половиной дней. В той трагедии погибли 334 человека, 186 из которых дети. С того года в России каждый год, 3 сентября, проходит День памяти жертв террористических атак. В Петрозаводске он тоже прошел. Правда, почти незаметно. Акцию «Свеча памяти» каждый год в Петрозаводске проводят активисты молодежного движения. Проводят своими силами. Рассылают в социальных сетях предложение прийти неравнодушных к вечному огню. Символу памяти всех погибших в военных операциях. И зажечь свечу. Мы никого не заставляем. Мы просто призываем людей прийти, без каких-либо пафосных речей, просто почтить память погибших. Обычно, говорят активисты, на эту акцию приходит больше человек. Но в этом году собралась совсем небольшая группа. То ли погода отпугнула, то ли память о трагедии в Бесланской школе, где в течение двух с половиной дней в руках террористов оставались более тысячи человек и где погибли 186 детей, постепенно исчезает. В эти минуты в доме Кантели идет концерт, посвященный памяти его основателя Виктора Гудкова. Прославленный ансамбль, который был организован этим этнографом и композитором более 75 лет назад, сегодня, 4 сентября, в день его рождения, заложил новую традицию – праздновать эту дату так, чтобы почитатели национальной культуры всегда смогли узнать для себя что-то новое. Событием этого года стал выход книги о жизни и творчестве Гудкова «Живое Кантели». Вслед за Элиасом Леонратом Виктор Гудков первым в Карелии стал пропагандировать хроматическое Кантели. Предки-рунопевцы играли на простеньком, а в эти добавлены полутона. Мастер Александр Фаролов теперь сам их изготавливает в здешней мастерской. На хроматическом можно сыграть даже баха. Заслуга Виктора Гудкова в том, что народный инструмент он заставил звучать в концертном варианте, а изготавливать Кантели при нем перестали кустарно. Он привлек мастеров-краснодеревщиков, тем самым заявив о необходимости качественно нового производства. Он все это сделал на инструменте Кантели. То есть в оркестре появился полный ябазон звучания инструментов. То есть это были пикколо, прима, альт, бас. По-моему, даже контрабас был, если не ошибаюсь. Он первый, я считаю, что вообще первый в мире, из Кантели сделал то, что Кантели вышел на профессиональную сцену избыта. О таком человеке писать – счастье, признается музыковед Ирина Симакова. Она собирала материалы для книги о Викторе Гудкове всю жизнь. Воронежский мальчишка в детстве влюбился в эпоскаливала. Приехал сюда и остался навсегда. Музыкальный фольклор он начал пропагандировать первым. Синтез искусств на базе ансамбля – его идея. Можно сказать, что создал свою этнографическую школу для многих поколений кантелистов. Его произведения исполняют в ансамбле и по сей день. Он создал версии других национальных наших инструментов, таких как версии Кантели, Йохика. Он привлекал многие другие инструменты – и акарину, и цитру. Это удивительный человек. Будучи русским человеком, очень хорошо изучил финские и карельские языки. И изучил настолько, что даже делал и критические переводы. Что это очень сложно. Для коллектива так отмечать день рождения своего основателя в новинку. К памятной доске Гудкова всегда возлагали цветы в дни торжеств. Больше ведь и некуда. Виктор Пантелеймонович рано ушел из жизни. В 42-м году во Фронзе, во время военных гастролей, он умер прямо в поезде. Человек, заслуги которого перед карельской культурой невозможно переоценить, покоится в неизвестной могиле Киргизии. Поэтому директор ансамбля сочла своим долгом издать эту книгу на деньги, заработанные коллективом и спонсорскую помощь. Нет, это не основная деятельность ансамбля Кантелей. Но без этой книги развиваться ансамбль Кантелей дальше уже тоже не мог. Нужна была точка отсчета следующего десятилетия. Я считаю, вот эта книга – это старт нового творческого этапа в судьбе ансамбля Кантелей. Отныне, 4 сентября, ежегодно будут проходить концерты памяти Виктора Гудкова. Илона Румянцева, Рудольф Вайс, телеканал Ника+. Вы смотрите новости телеканала Ника+. Мы продолжаем. Все петрозаводчане хотят видеть наш город красивым и удобным для жизни. Но зачастую идеи по развитию столицы так и остаются идеями. Дать дорогу новаторам. Призван конкурс «Я мэр моего любимого города». В Петрозаводске он прошел в 22-й раз. За право стать мэром своего любимого города боролись 8 претендентов. Каждый из них должен был представить свой проект и убедить авторитетное жюри, что именно его идея пригодится городу. Чего же не хватает молодежи? Оказалось, прежде всего, внимание. Очень мало кто затрагивает тему молодежи. Молодежь ее задвигают на последний план. И вот это очень обидно. Потому что сейчас нечего делать молодежи, поэтому она начинает пить, курить. Спортивные комплексы и культурные центры, специализированные кафе по интересам и оборудованные пляжи. Проекты разные, но суть одна. В Петрозаводске всего этого действительно нет. А почему бы не заняться полезным строительством, говорят своими проектами дети. И все это не пустые слова. Конкурс проходит не в первый раз. И кое-какие идеи прошлых лет берут на заметку в мэрии. Это и лыжня, это и велосипедные дорожки, строительство спортивных сооружений. Мне кажется, все удается нам как-то по цепочке реализовывать. Тянет ребят и к прекрасному. Так Софья Марышева предложила разбить в губернаторском парке мини-карелию. Музей под открытым небом, где располагались бы уменьшенные копии главных достопримечательностей республики. А победу в конкурсе одержала ученица лицея номер один Дарья Жуйкова, предложившая всем горожанам пересаживаться на велосипеды, а властям выделить для велосипедистов отдельные полосы. Даже покраска самих разделительных линий не будет столь затратной и затруднительной, ведь многие волонтеры города согласятся помочь. В Европе и у нас это становится современным и очень модным. Люди действительно катаются на велосипедах. Я сама тоже люблю очень этот вид транспорта. И удобно, и быстро, и недорого в принципе. Идеи ребят мэр Николай Левин обещал взять на карандаш. Ну а победитель, мэр 2012 Дарья Жуйкова, сразу по окончании конкурса отправилась в мэрию. Осваиваться в новой, пусть и несколько условной должности. Юрий Каулио, Рудольф Вайс, телеканал Ника+. Это все новости на сегодня. Смотрите их и в интернете на сайте nikodefismedia.ru. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и только хороших новостей. В торгово-развлекательном центре «Макси» открылся магазин известной федеральной сети «Снежная королева». Теперь жители Петрозаводска и гости города могут по достоинству оценить коллекции мужской и женской одежды известных мировых брендов. «Снежная королева» — это компания, которая зарекомендовала себя как эксперт в области верхней одежды, из кожи и меха. В «Снежной королеве» можно приобрести сразу весь гардероб. Вся линейка представленных брендов, это безупречный крой и всегда превосходное качество. Модные дубленки, пальто и кожаные куртки, актуальные аксессуары, повседневная одежда из текстиля и трикотажа и, конечно же, уникальная коллекция мехов. Все в одном магазине. Исчерпывающий выбор как для женщин, так и для мужчин. На любую погоду и разные случаи жизни. Создать целостный образ или же подобрать определенную деталь кардероба вам всегда помогут опытные продавцы-консультанты. Они расскажут о главных трендах сезона и о том, на что стоит обратить свое внимание при выборе одежды с натуральной кожей и мехом. В Снежной Королеве всегда заботятся о покупателях и поэтому предусмотрели различные варианты спецпредложений для выгодных покупок. Например, с 1 по 30 сентября при покупке модных новинок из текстилей трикотажа на общую сумму 2500 рублей, каждый покупатель получает подарочный купон на 5000 рублей, который можно использовать в октябре на покупку дубленки. Добро пожаловать в новый мультибрендовый магазин «Снежная Королева» в Петрозаводске. Ждем вас на Ленина 14 ТРЦ Макси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова